Здравия желаю, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня такой вопрос. Можно ли попасть в будущее и в прошлое? Можно. Уже сегодня можно попасть в прошлое и будущее. Вот смотрите. Вот смотрите. Первый поезд. Если здесь ноль часов, ноль часов, допустим, двенадцать ночи, то если вы хотите попасть в будущее на десять часов вперёд, вы должны перелететь вот отсюда, с Аляски до Камчатки, до Чукотки. И вы попадаете, например, здесь у вас ночь, ночь, 24 часа ночи. А сюда вы попадаете, у вас десять утра уже. А хотите наоборот, обратно пролетели. Отсюда сюда. Или, допустим, с Владивостока. Восьмичасовая зона. С Владивостока до Москвы семь часов разница. В Москве, допустим, 24 часа утра, а в Владивостоке уже 24 часа ночи, а в Владивостоке семь утра. То есть, в данный момент можно попасть, значит, пояса где-то на десять часов растянуты. То есть, вы можете попасть как в прошлое, как в будущее, но нужно очень быстро, очень быстро передвигаться на быстрых ракетах. Допустим, если скорость у вас десять тысяч километров. Или даже вот, смотрите, отсюда, допустим, тут вот вообще рядом. С Камчатки вы летите на Чукотку за час и попадаете, значит, на девять часов назад. С Камчатки вы летите на Аляску и попадаете на девять часов назад. За час пролетаете, попадаете на девять часов назад. Видите как? То есть, время это движение в земле по своей оси и вокруг Солнца. Значит, если мы двигаемся быстрее, чем движется земля, мы попадаем в будущее. А если мы в эту сторону, если будем двигаться, а если она в прошлое, мы должны тоже быстрее, чем движется земля, попадаем в прошлое. То есть, машина времени, как говорится, уже давно изобретена. Это очень быстрый свертвуковой самолет. То есть, никаких... Это не фантазия и не сказка, а это мыль. Спасибо вам за внимание. Всем успехов в труде и обороне.